смотрите сегодня мы поговорим про механизм внимания и архитектуру трансформер внимание по-английски просто attention и архитектуру трансформер я хочу вернуться к предыдущей лекции когда мы обсуждали обработку последовательности с помощью рекурентных нейронных сетей и обсуждали в частности архитектуру sequence to sequence я напомню если у нас есть задача преобразования последовательности в последовательность причем у нас нет какого-то такого взаимоднозначного соответствия между элементами входной последовательности элементы выходной последовательности например стандартное приложение это машинный перевод у вас перевод идет не по слову на все-таки при период идет по смысл 1 1 последовательность слов целиком как бы переводится в другую последовательность слов значит вам если говорить про стандартные рекурентные нейронные сети то соответствующая архитектура устроена таким образом у нас есть одна сеть которая называется энкодер кодировщик значит ей подается на вход какие-то токены ну точнее не сами токены а их какие-то эмбеддинги какие-то векторные представления значит допустим здесь у нас мама мыло раму значит вот они подаются на вход рекурентной нейросети соответственно и дальше выход этой регурентной нейросети является входом к другой штуке которая называется декодировщик значит это декодировщик энкодер и дальше декодер просто сам должен сгенерировать перевод допустим здесь будет мам допустим здесь будет на одно слово больше за счет артикля вот соответственно декодировщик он не получает как такового входа но просто в силу рекурентной архитектуры он каждый раз просто свое внутреннее состояние передает сам себе и значит каждый раз генерирует новое слово когда он закончил генерировать предложение он генерирует некий специальный символ конец предложения давайте дорисую значит допустим какой-то специальный выделенный токен и все на этом процесс заканчивается значит в чем проблема этой архитектуры но проблема состоит в том что фактически вся информация про нашу входную цепочку допустим наше входное предложение она содержится вот в этом вот скрытым слое как бы последнего который последним последнее состояние нашей регулярной нейросети когда мы когда мы подаем на вход последний токен входной последовательности вот у нее там какое-то выходное состояние есть и вот мы считаем что это выходное состояние она целиком содержит в себе весь смысл этой этого предложения но и дальше мы и дальше наша задача задача декодера просто воспроизвести этот смысл на другом языке в виде последовательности слов последовательности токенов на другом языке значит понятно что такой подход он имеет некоторые ограничения мы предполагаем что вот эта вот часть она настолько настолько эффективно кодирует на всю эту информацию что удается что-то понимать про там отдельные слова про их смысл когда мы все это будем раскодировать но понятно что такое довольно сильное условие и как-то может быть хотелось бы как-то расширить возможности декодировщика грубо говоря дать ему возможность смотреть не только вот в это вот последнее состояние последнего на последнее состояние этого это регулярной нейросети но и дать ему возможность смотреть как-то на промежуточное состояние то есть получить как бы доступ не просто вот этой вот концовке но и каким-то промежуточным состоянием, которые связаны с конкретными токенами, которые подавались здесь на вход. В общем, наверное, так, если говорить совсем неформально, проводить какие-то неформальные аналогии, то такая классическая архитектура, она похожа на то, что вы услышали какое-то предложение и дальше должны его просто по памяти перевести, пользуясь только тем, что у вас в вашей памяти осталось. Та архитектура, про которую мы сейчас будем говорить, она предполагает, что вы можете записать входное предложение и в тот момент, когда вы генерируете перевод, смотреть на это предложение, смотреть на разные его места и использовать эту информацию для того, чтобы этот перевод улучшать. Ну и, собственно говоря, для того, чтобы это сделать, возникает архитектура, которая называется как раз «Внимание». Значит, механизм внимания. И здесь есть немножко разные варианты, как его формулировать. Ну вот я сейчас приведу один из них. Значит, смотрите, идея такая. Опять же, у нас все то же самое. Значит, есть рекурентная нейронка. На вход подаются токены. Значит, это у нас кодировщик. А дальше декодировщик устроен так. Значит, вот мы ему… Давайте я здесь скажу, что мы ему подаем на вход некоторый специальный символ, который обозначает, что начался процесс декодирования. Ну, вообще говоря, кодировщик и декодировщик – это разные нейронки. То есть вот здесь вот один набор весов, а тут другой набор весов. Ну, и здесь то же самое будет. Но при этом набор весов в каждом вот этом вот модуле одинаковый. То есть вот их можно как-нибудь… Давайте как-нибудь их раскрашу. Например, вот это вот пусть будет кодировщик, а вот это вот пусть будет декодировщик. Вот. И здесь то же самое. Значит, вот у меня здесь кодировщик. И вот начинается работа декодировщика. Значит, она начинается с того, что мы ему на вход передаем некоторый специальный токен. Смысл этого токена… Я сейчас чуть-чуть попозже буду станет ясным, зачем он нам нужен. Давайте я чуть-чуть уменьшу эту картинку, потому что иначе она у меня не влезет. Вот. Теперь смотрите, какая идея. Значит, давайте мы теперь вводим такой механизм. Значит, вот у нас здесь есть… У каждого из вот этих вот модулей есть выходное его состояние. Давайте мы эти выходные состояния как бы… Вот мы их тоже запомним. Они как-то один раз зафиксированы. И дадим возможность декодировщику получить доступ к этим самым выходным состояниям промежуточным. Ну, что это означает? Как это вообще будет работать? Значит, мы хотим, чтобы декодировщик имел возможность как бы смотреть… Ну, понятно, что смотреть сразу на все состояния невозможно. Тут как-то непонятно их некоторое переменное количество. И мы не можем, ну, как бы трудно архитектурно сделать так, чтобы мы могли бы обрабатывать как-то сразу все, сразу всю эту последовательность. Поэтому вместо этого мы скажем, что мы будем… Как бы что мы хотим посмотреть… Вот при генерировании каждого очередного выходного слова, мы хотим посмотреть на какое-то слово из входной последовательности. Как это сделать архитектурно? Ну, делается так. Так, мы берем внутреннее состояние вот этого, значит, декодировщика в первый момент времени. И дальше, основываясь на этом внутреннем состоянии, мы хотим принять решение о том, как бы на какое слово из вот этих смотреть. Точнее, на какое из вот этих вот выходных векторов смотреть. Ну, делается это так. У нас есть какая-то функция. Это, может быть, немножко по-разному устроено. Но есть какая-то функция, которая вычисляет нам скор. Значит, давайте какие-нибудь буквы здесь напишу. Пусть вот это вот у меня будет h1, h2, h3. А вот это пусть будет, давайте, вот это вот пусть будет h-энкодера, первый, второй, третий. А вот это пусть будет h-декодера, первый. И мы дальше вычисляем веса. Внимание, они вычисляются, ну, как-нибудь. Значит, у нас будет такая вещь, допустим, альфа. Первая и-декодера, это есть какой-то скор между h и-декодером и h1-д. Значит, какой-то скор, ну, можно думать про то, что это просто какая-то метрика. Или там, ну, стандартный способ, это просто считать скалярное произведение между вот этими векторочками и вот этими векторочками. Ну, там, непосредственно скалярное произведение или как-то преобразованное скалярное произведение, там, как бы метрика здесь может быть разная. Можно делать что-то более сложное. Но так или иначе, у нас есть какой-то скор, который показывает, насколько вот этот вот output, как бы к какому из вот этих вот output в соответствии. После этого мы от этого дела берем softmax. Значит, вот у нас возникают, допустим, альфа 1.1, альфа 1.2, альфа 1.3. Значит, мы от них берем softmax. Помните, что такое softmax? Нужно помнить. Значит, это отображение из там RK в RK, который делает какую-то такую штуку. Значит, считает от всего экспоненты и нормирует так, чтобы сумма была бы единичной. Вот. И после этого, значит, получается... Давайте как-нибудь это обозначу. Пусть это будет альфа 1.1 с чертой. Альфа 1.3 с чертой. И после этого мы просто выбираем... Значит, берем вот эти вот векторочки и берем и складываем их с вот этими вот весами. То есть, грубо говоря, это так. Если бы здесь вот вместо softmax использовался бы, так сказать, просто one-hot encoding для максимума среди вот этих вот элементов, то мы бы просто сказали, что вот мы хотим посмотреть на одно конкретное слово в нашей входной последовательности. Но вместо этого мы, как вводится в этой науке, используем некоторую такую релаксированную версию, когда используются какие-то функции, которые похожи на вот такие вот... на жесткий выбор одного слова. Ну, на самом деле, это не совсем выбор одного слова. Это выбор какой-то комбинации из вот этих вот слов. Извините, а можно уточнить право состояние? Это получается... Ну, например, h2e – это предыдущее состояние и плюс еще с весами вот слово мыло. Нет, сейчас... Значит, вот эти вот штуки – это в точности... Это просто в точности выходы... Это сейчас просто выходы вот этих вот... вот этого регулентного модуля. Ну да, да, вот я как раз пытаюсь сообразить это. Получается, то, что вот текущие... текущие токенсы сами взяты и предыдущее состояние прибавлено к этому. Так? Сейчас, вот вы просто про вот эту штуку говорите? Да, да, да. Ну, смотрите, как... Значит, как вот эта вот штука... Вот как вот эта штука соответствует вот этому токену, это уже вопрос хитрый, потому что это зависит от того, как вот эта вот регулентная часть работает. Он, как бы, он учитывает... Вот эта штука, она учитывает вот этот токен, учитывает как-то предыдущее состояние. Но как именно она это делает, как именно она их комбинирует, это уже вопрос к вот этому регулентному модулю, к тому, как он там обучился. Как бы, например, нельзя сказать, что вот эта штука – это там средняя между чем-то и чем-то. То есть это какая-то нелинейная функция. Ну, то есть вы имеете в виду там функция активации что-то, что вы применяете? Ну, да, ну, да. Ну, там применяла какая-то функция активации. К тому же вот эта вот штука, она на самом деле не обязана быть однослойной. То есть теоретически вот здесь вот в этом вот регулентном модуле тут может быть на самом деле несколько слоев. То есть он может на самом деле быть устроен так, что вот, значит, здесь был один слой, потом другой слой, и потом вот так вот. Или даже бывают какие-то вот такие вот штуки. То есть тут есть разные архитектурные варианты. Вообще говоря, это какая-то нелинейная функция. То есть вот эта вот штука – это какая-то нелинейная функция от вот этого токена и вот этого входа. То есть если вот самую простую регулентную рассматривать сеть, это же получается просто функция активации, в которую засунули предыдущие и токи новые. Да, да, это правда. Это, значит, функция активации, в которую вы засунули линейную функцию от предыдущего, ну, сумму фактически, сумму каких-то линейных, значит, линейных отображений, которые подействовали на вот этот токен и на предыдущее состояние. Да, да, да. Вот. Да, так вот, значит, что мы дальше делаем? Дальше мы говорим, что у нас возникает вектор, значит, вектор контекста, пусть он будет c1, и это есть просто… Значит, я беру вот эти… альфа 1, 2 с чертой h2e плюс альфа 1, 3 с чертой h3e. Просто беру средневзвешенное между вот этими вот штуками с вот этими весами, которые у нас тут получились. Вот. И теперь я делаю следующую вещь. Значит, смотрите, тут на самом деле… Давайте я сейчас еще немножечко переделаю эту картинку. Значит, дальше происходит следующее. Вот вы, значит, с помощью вот этих штук и вот этой штуки генерируете вектор, который называется вектором контекста. Значит, здесь получается вектор контекста c1. Потом вы к этому вектору контекста конкатинируете тот же самый вот этот вот вектор в выходное состояние и дальше запихиваете все это в какой-нибудь там… Значит, в какую-нибудь полносвязную сетку. Значит, здесь будет какой-то тоже dense-модуль. И вот output этого dense-модуля – это и будет ваш новый… Это и будет ваш новый токен. Значит, здесь будет, допустим… Как бы это и есть выход декодера на одном шаге. А дальше вы делаете следующую вещь. Вы вот этот вот вектор… Значит, ну, там, возможно, тоже после какого-нибудь dense-модуля, но неважно. Значит, вы подаете на вход опять… Так, сейчас давайте я нарисую поаккуратнее. Значит, дальше происходит генерирование второго токена, и вы на вход этому второму токену подаете вот эту вот штуку. Значит, она получает вот эту штуку. Ну, да, собственно говоря, вот так происходит. Ну, давайте я, может быть… Вот ей отдельно… Значит, ей подается и вектор контекста, и вот это вот выходной… Значит, вот это вот выходной… Выходное состояние тоже сюда подается. Ну, как в обычной регурентной нейронке. И дальше происходит все то же самое. Значит, опять же, у вас здесь генерируется какое-то второе состояние. Теперь вы с помощью этого второго состояния снова делаете attention с вот этими же самыми векторами, которые у нас здесь были. Но теперь вот эта вот штука, она уже… То есть, как это работает? Вот эта вот штука, например, могла выбрать здесь, скажем, вот это вот первое слово. А вот эта штука могла выбрать какое-нибудь другое слово. Скажем, вот это третье. Или там какой-нибудь смесь нескольких слов. То есть, грубо говоря, в чем идея? В том, что когда вы генерируете новое слово, вам нужно посмотреть не на все исходное предложение, вам нужно посмотреть на какие-то его кусочки. Вот если вы подумаете о том, как вы сами будете делать перевод текста с одного языка на другой язык, он в какой-то мере пословный, да, вы все-таки… Вам нужно понимать смысл каждого слова, чтобы его перевести. Но дальше, когда вы будете этот самый перевод генерировать, вы понимаете, что вот там есть грамматика. Грамматика может быть устроена по-разному, порядок слов может быть разным. И поэтому, когда вы генерируете очередное слово вашего перевода, вам нужно обратить внимание на какие-то конкретные слова в исходном тексте. То, на какие именно слова обратить внимание, оно определяется вот этой вот штукой. Вот этой вот штукой, ну и благодаря вот этой вот функции, вот этому скору. Вот, ну и так далее. Дальше все это точно так же зацикливается, и тоже он генерирует таким образом токены до тех пор, пока не сгенерирует символ конца предложения, конца последовательности. Смотрите, можно сейчас еще вопрос? У нас вот когда второй слой в декодере, он только на контекстный вектор смотрит, или все-таки на контекстный, ну вот один из входов, или на контекстный плюс еще предыдущий тоже декодер. Сейчас, вот вы про этот? Вот вы про этот? Да, да, да. Вот у вас сначала написано стрелку такую, а потом... Да, значит, ему подается, ну, собственно говоря, можно просто сказать, что ему передается вот эта вот штука целиком, потому что вот в этой штуке в ней приконкатинирован вот это вот внутреннее состояние первого, первой итерации декодера, к нему тоже приконкатинирован. Да, и поэтому как бы передается и то, и то. Передается и собственное внутреннее состояние декодировщика на предыдущем шаге, и то, какой получился вектор, вектор контекста на предыдущем шаге. Обе вещи передаются. А, понятно, понятно. А вот еще вот фиолетовый квадратик, это следствие. Значит, здесь есть какая-то, какая-то, допустим, полносвязная сетка. Ну, дело в том, что вот те штуки, которые здесь генерируются, да, вам нужно теперь как-то объединить информацию про вот это внутреннее состояние и информацию про контекст. Вот, чтобы их как-то объединить, вы весь этот длинненький векторочек скармливаете еще какой-то полносвязной сетке, ну, и делаете там, грубо говоря, какое-то линейное приближение. А, понятно. Для того, чтобы уже получить, для того, чтобы уже получить кодировку для выходного токена. Спасибо. Вот. Здесь, конечно, здесь, опять же, какие-то вещи сейчас скрыты, например, для того, чтобы получить токен, но мы, как обычно, делаем какую-нибудь такую штуку. Вот здесь вот на самом деле есть еще тоже какой-нибудь софт-макс, который вам из каких-то скоров, которые выдаются вот этой вот дэнс-сеткой, значит, сделает просто распределение на всевозможных словах. Вот. Или, например, я вот не уверен, вот здесь вот можно подать прям сразу вот эту вот штуку, а можно тоже прогнать через какую-то дэнс-сетку, которая их там как-нибудь перемешает. Но это уже особенности конкретной архитектуры. Теоретически можно делать и так, и это. То есть там вы более-менее всюду можете там вставить дэнс-слой, который может быть что-нибудь улучшен, а может быть не улучшен. Вот. Но главное, что вот эта вот штука, она должна обладать информацией про свое предыдущее состояние и про свой предыдущий, про свой предыдущий контекст, который берется вот отсюда. Вот. Это, видимо, важно. Ну, по крайней мере, вот люди пишут в статьях, что это важно. Вот. Ну, вот такая вот штука. Как? Есть ли еще вопросы про проект-архитектуру? Значит, надо сказать, что вот эти, значит, вот эти самые attention-ы, они довольно хорошо интерпретируемы. Сейчас я вам, может быть, покажу картинку. Та-та-та-та. Так, трансформеры, трансформеры. Сейчас пойдем до трансформеров. Где-то была совсем хорошая картинка про этот самый attention. Сейчас найду. Да, вот так, да. Значит, вот смотрите, здесь происходит перевод фразы то ли с французского на английский, то ли, наоборот, с английского на французский. И вот показано, вот на этой вот штуке показано для каждого слово, показано то, на кого, как устроен вот этот самый вектор весов, который как раз выбирает то, на какой токен в данный момент направлено внимание. И вот здесь видно, что пока был перевод вот этого вот фрагмента, наверное, вот этот вот входной текст, хотя, может быть, наоборот, не знаю. Сейчас, здесь есть, здесь написано, кто и кто так. Значит, джитого входного слоя, альфа и житое, жи это столбец. Значит, жи это входной слой, да, то есть мы переводим с английского на французский. И вот видно, что здесь вот внимание шло, оно шло как бы слово за словом, но потом мы дошли до субсочетания European Economic Area, которое во французском переводится наоборот, зона экономик европеен. И вот здесь видно, как это внимание действительно как раз перераспределяет. То есть чтобы сгенерировать вот эту вот зону, механизм внимания отправил нас смотреть на вот эту вот area и так далее. Ну и понятно, что бывают еще всякие разные грамматические штуки, когда какие-то, значит, на смысл слова влияют какие-то, на перевод слова влияют какие-то слова, которые стоят рядом. Вот, и это тоже вот эти механизмы внимания должно, по идее, схватываться и на удивление схватываются. Нет, то есть, видимо, эта штука в какой-то момент обучилась, что там вот когда возникает вот такое словосочетание, что его нужно переводить именно так, что нужно посмотреть на третью. Возможно, что когда она увидела там European, она решила посмотреть, нет ли здесь какого-нибудь продолжения, и увидела, что действительно есть, и после этого как раз сгенерировала нам ровно то, то ровно то ту матрицу внимания, которая была нужна для того, чтобы корректно это перевести. А как это получается, у нас же сетка назад смотрит? Ну, вот по крайней мере, с того, что мы сейчас, собственно, назад смотрим, а вперед, впроти. Нет, смотрите, в тот момент, когда мы дошли до этапа декодировки, мы уже, в принципе, знаем, мы уже посмотрели на всю входное предложение. То есть вот эта вот сетка, да, она может быть и знает только про прошлое, но вот эта сетка, она уже обращается, она уже может, во-первых, она понимает что-то про как бы весь смысл предложения за счет вот этого вот перехода, ну, а во-вторых, она может смотреть уже на каждый из этих слов как хочет, в любом порядке. Как раз в этом, в некотором смысле, весь пафос механизма внимания, что она сама выбирает, в каком порядке смотреть. Вот, на самом деле, теоретически, вот такие вот рекуррентные нейронки, они бывают не только направлены в одну сторону, теоретически здесь можно направить поток информации в эту сторону и в обратную сторону. Такое тоже бывает. Есть архитектуры, в которых, которые такие двунаправленные. Вот, ну, на самом деле, это не очень важно, потому что, ну, вот механизм внимания, он действительно позволяет, именно позволяет смотреть на отдельные куски предложения уже в любом порядке, как будет удобно. Вот. Так, ну что, еще вопросы про эту штуку? Где здесь обучающиеся матрицы? Какие матрицы обучаются? Значит, обучаются вот эти вот штуки. В механизме внимания тоже могут быть обучающиеся штуки, но, собственно говоря, как правило, есть. То есть там самый простейший механизм внимания такой. Это просто скалярное произведение с какой-то матрицей. Это просто там аж как-нибудь так. Здесь будет какая-то матрица attention. Значит, ну и, соответственно, вот эта вот матрица тоже будет обучаться. Ну, и вот эти вот штуки, вот эти вот штуки, они тоже обучаются. И здесь вот, например, вот эти входные токены, они как-то преобразуются в векторное представление. И это преобразование тоже может обучаться. Оно может обучаться прямо здесь, оно может обучаться отдельно. Там есть разные алгоритмы ворту веков, но теоретически это может быть тоже частью обучающихся параметров здесь. Еще вопросы? Окей. Ну, поехали дальше. Значит, собственно говоря, ну вот это вот одна из архитектур, видимо, одна из первых архитектур с вниманием для рекуррентных нейронок. И долгое время люди так по-всякому развивали такого типа архитектуры, когда вот есть рекуррентная цепочка, вот этот вот рекуррентный энкодер есть, рекуррентный энкодер, наоборот. Вот, это энкодер, это декодер. Вот, и есть поверх них есть еще вот навешанное это самое внимание. А потом в какой-то момент появилась статья под названием Attention is all you need. Собственно говоря, думаю, что я сейчас просто ее открою, потому что там картинки, на которых можно это все показывать. Вот, и идея этой статьи состояла в том, что не нужна нам вот эта рекуррентная часть вообще, а самое главное, что здесь происходит, это как раз происходит вот этот вот механизм внимания. И идея состоит в том, что можно построить штуку, которая будет работать вообще без рекуррентного, без рекуррентного, на крайней мере, без вот этого вот рекуррентного кодировщика. И они сделали штуку, которая называется self-attention. Значит, ну давайте я, может быть, сейчас действительно открою эту статью, и на нее можно будет посмотреть. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Собственно говоря, общий обзор архитектуры такой, что у нас есть наша входная последовательность, и мы эту входную последовательность скармливаем некоторому набору последовательно размещенных слоев, которые как раз делают штуку, которая называется self-attention. Давайте я, наверное, все-таки порисую отдельно, кто такой этот самый self-attention. Идея в том, что раньше, когда мы говорили про рекуррентную нейронку, у нас здесь были отдельные сущности. У нас здесь есть отдельная сущность под названием выходное состояние очередного... Очередное выходное состояние декодера и есть выходные состояния энкодера. Теперь в этом self-attentionе у нас нет никакого разделения между декодером и энкодером. Мы смотрим как бы на attention нашей последовательности самой с собой. Давайте посмотрим, как это работает опять же. Пусть у меня есть последовательность токенов. Дальше мы делаем следующее. Значит, от каждого из этих токенов мы хотим получить три вектора, которые будут использоваться в дальнейшей обработке. Векторы эти называются query, key и value. Идея примерно следующая. Мы про каждый токен хотим спросить, какие еще токены нам важны при его обработке. На какие токены нужно обратить внимание, когда вы обрабатываете вот это. Соответственно, для того, чтобы это сделать, нам нужно... Грубо говоря, идея такая, что... Представьте себе, что была бы такая жесткая конструкция. Значит, у нас бы при обработке каждого слова нужно было бы обратить внимание на какое-то другое слово. Ну, можно было бы про это думать так, что вот в этом вот токене где-то у него хранится информация о том, на какой из других токенов посмотреть. Ну, как бы мы эту информацию хотели бы хранить. Значит, мы бы сделали так. У нас бы с каждым из этих вот токенов был бы, ну, как бы, можно думать про это как про такой запрос к некоторому словарю. Значит, все изучали Python, все представляют себе, как устроены питоновские словари. Вот это пара ключ-значения. Набор таких пар ключ-значения. И если мы хотим получить какой-то элемент из словаря, то мы должны ему указать ключ. И по этому ключу нам возвращают значения. Ну, здесь все примерно так и устроено. То есть здесь считается, что с каждым токеном ассоциированы вот эти вот три штуки. И это штуки такие. Query – это тот запрос, как бы, это некоторый запрос к другим токенам на предмет того, какой из них, на какой из них мне нужно обратить внимание при обработке данного. Key – это, соответственно, как бы с каждым токеном связан некоторый ключик, по которому мы можем к нему обращаться с запросами. А value – это то, что нам этот токен вернет. Он вернет как бы не себя целиком, а какой-то вектор, который с ним связан. Ну, формально это устроено так. Смотрите. Значит, во-первых, мы берем… Ну, у нас есть какое-то векторное представление каждого из этих токенов. И мы просто умножаем его на какую-то матрицу. То есть вот у нас возникают, допустим, Q1, там какой-то Q1. Давайте считать, что вот это вот X1, это X2, это X3. Значит, у нас есть Q1. Это мы подействовали какой-то матрицей WQ на X1. И то же самое с ключами и значениями. Можно на самом деле не думать про эти матрицы. Можно просто думать, что у нас в эмбеддинге каждого токена просто есть какие-то позиции, которые относятся к query, какие-то позиции, которые относятся к key, какие-то позиции, которые относятся к query. Ну, и тогда просто вот эти матрицы – это будет просто проектирование на соответствующее подпространство. Например, первые три компонента вектора X – это query, следующие три – это key, следующие три – это value. Значит, они все должны иметь одинаковую размерность. Ну, сейчас, может быть, даже не обязательно, чтобы они все имели одинаковую размерность, но, по крайней мере, какие-то из них, по крайней мере, query и key точно должны иметь одинаковую размерность, потому что мы сейчас от них скалярное произведение считать будем. Про value, как правило, они, по-моему, имеют тоже ту же самую размерность. Но тут уже, кажется, нет такого ограничения. Вот. Дальше мы делаем следующее. Опять же, мы находим веса. Значит, веса находятся как-то так. Давайте считать, что я хочу найти attention. Значит, мы хотим просто взять, допустим, q-it транспонировать, умножить на k-it. Теперь мне это все дело еще нужно поделить на некоторую константу. Корень из чего-то. Корень из размерности. Корень из вот этого d. И после этого, значит, от того, что получилось, что у нас здесь получается. Значит, сейчас здесь будет q-it, а ключи пусть будут k-it. Давайте я скажу так, что вот у меня есть q-it, допустим, k-1. k какой-то t. Значит, вот у меня такой вектор посчитался. Это очень похоже на то, что было только что. Я посчитал скалярное произведение ключей с запросов с ключами. Ну, идея такая, что если запрос соответствует ключу, то есть это, грубо говоря, векторы, которые смотрят в одну и ту же сторону, то у них скалярное произведение будет большим. Если они не соответствуют друг другу, то там скалярное произведение будет либо ноль, либо там вообще отрицательное. Дальше от вот этой вот штуки мы считаем softmax, как обычно. Значит, получается такой вектор. И это и есть наш вектор весов. Значит, это вектор весов. Пусть он будет альфа и т первое. Альфа и т т. И после этого я с вот этими коэффициентами складываю, но складываю я вот эти вот вешки. Дальше я считаю вот такую штуку. Значит, и вот это результат этого самого self-attention для этого токена. То есть у меня каждый токен после вот всего-всего-всего-всего вот этого вот, он отображается вот в такой вот вектор. Это вектор какого-то, значит, это вектор какой-то вот этой вот размерности d. Ну, давайте считать, что у меня это d, она на всех. Значит, пусть у меня вот так будет. Вот так. И то же самое происходит со всеми токенами. Была какая-то последовательность, получилась, была какая-то последовательность входных токенов, получилась последовательность из вот таких вот штук. Как понятно, понятен ли механизм? Значит, как формируются вот эти вот матрицы? На самом деле вот эти матрицы, они как раз тоже обучаются. Но сейчас не очень важно, как именно они формируются. Они какие-то есть. Сейчас, можно еще раз, как именно последовательность формируется? То есть, мы как бы, каждый токен идет со своим ключом к куэри остальных токенов и суммирует... Да, точнее, наоборот, каждый токен со своим куэри приходит к остальным токенам, смотрит, насколько их ки соответствует его куэри и после этого суммирует их вэлью в том, насколько куэри и ки похожи. А, то есть, как бы, у нас, получается, каждому токену соответствует такая взвешенная сумма разных вэлью? Да, 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 совершенно верно. Каждый токен, каждый входной токен, как бы, отображается в взвешенную сумму вэлью всех токенов, где веса определяются тем, насколько куэри этого токена соответствует ки другого токена. Подождите, а можете еще раз повторить, что такое куэри, ключ и значение? Ну, вот, это такой немножко философский вопрос. Вот смотрите, проще всего это объяснить путем объяснения того, как они работают. Значит, работают они ровно так. Вот, допустим, у меня есть, ну, вот представьте себе, например, что есть какая-то такая история. Допустим, я знаю, что у меня структура предложения устроена так, что там есть обязательно подлежащие сказуемые, подлежащие обязательно существительное, а сказуемый обязательно глагол. И в этом случае возможно, что при обработке существительного я очень хочу посмотреть на глаголы, которые есть в этом предложении. Тогда можно предположить следующее, что у меня у всех слов, во-первых, есть ключ, который говорит, является ли оно, является ли это слово глаголом, а во-вторых, куэри у существительного соответствуют ключу глагола. И в этом случае, если у меня здесь есть существительное, то я дальше буду делать следующее. Я дальше, значит, у меня существительное, у него куэри, которая ищет глаголы. Дальше я перебираю все токены, смотрю на их ки. Значит, те токены, у которых ки говорит о том, что он глагол, они будут включаться, точнее, их вэлью будет включаться в эту сумму с большим весом. Другие, они будут там включаться с маленьким весом, может быть, близким к нулю. Это такая немножко упрощенная конструкция. Значит, вот кто такой вэлью? А вэлью – это какая-то информация, которую в данном случае вот этот самый наш глагол будет нести, значит, которая будет важна для обработки нашего существительного. Вот как, еще раз, с существительного вопроса получается, что нужен глагол? Ну, в смысле, просто даже философский. Отсюда как-то видно. Ну, отсюда это никак не видно. У нас просто матрица же одна, ну, в смысле, вот эта вот, она на все токены одна. Да, но поскольку токены-то разные, как бы вот эта вот штука, она может как-то правильным образом преобразовывать. То есть, например, представьте себе, что у всех токенов, которые являются существительными, у них, значит, стоят там какие-нибудь большие чиселки в каком-то подпространстве, которое как раз вытаскивается вот этой матрицей. Понятно, да. А у несуществительных там стоят нолики. И вот вам все и получится. А у глаголов наоборот. А глаголы устроены так, что… Вот эта вот штука, например, она устроена так, что наоборот, у глаголов, значит, где-то на каких-то других позициях стоят единички, и вот эта вот матрица будет их вытаскивать. И тогда как раз мы получим некоторое соответствие. Получается, нужно обязательно сначала эмбеддинг какой-то делать из этих, ну, просто слов, чтобы иксы эти, получить икситы, или как? Ну, и, да, икситы – это какие-то эмбеддинги наших слов, но, опять же, ну, да, все иксы-ты – это какие-то разумные эмбеддинги слов. Ну, что это означает? Это означает просто, что у вас там в вашей архитектуре, вот здесь вот где-то на входе, вот если вот эти вот штуки закодированы просто как one-hot encoded, у вас здесь может быть, может быть, после этого one-hot encoded еще стоит какая-то dense-сетка, которая вам преобразует этот one-hot encoded слово, преобразует просто в какое-то представление. Фактически эта dense-сетка, она будет внутри себя хранить просто такой словарь. Слово номер один соответствует такому-то представлению. Слово номер два соответствует такому-то представлению. Вот, но да, мы предполагаем, что иксы – это какие-то разумные представления для слов, для токенов. Вот. Как? Ну, это же выглядит просто как будто тоже опять перекодировка слов, то есть тут нет пока никакой структуры и сетки. Это пока кусочек, это пока некоторый кусочек, это пока кусочек механизма, сейчас я расскажу про весь механизм целиком. Особенно говоря, я показывал перед этим картинку, а сейчас я показал один кусочек этой картинки. Извините, вот здесь участвуют эти W, Q, K и V, они обучаются, да? Они обучаются, да. Да, 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 да. Они обучаются, да. Вот эти вот штуки, вот эти штуки – это обучающиеся параметры. Вот. Хорошо. Ну, то есть, по крайней мере, я надеюсь, что я в какой-то мере вас убедил в том, что эта формула, она может иметь смысл. То есть, что можно представить себе какие-то разумные механизмы обработки информации, которые как раз будут на это опираться. Вот. Теперь давайте посмотрим, как все это работает более глобально. Да, значит, смотрите. А XIT, они определяются по слову или по одному слову, или по контексту? Значит, ну, вообще говоря, XIT – это эмбеддинг конкретного токена. Но при этом, кто такой токен, это уже тоже зависит от архитектуры. Ну, теоретически вы можете сделать контекстно-зависимый эмбеддинг. То есть, как бы, теоретически вы можете сделать эмбеддинг, который учитывает не только конкретно это слово, но и соседний. А можете наоборот. Например, есть модели, в которых, наоборот, слова делятся на более мелкие кусочки. Ну, там, допустим, если вам важно, там, если у вас текст типа русского с богатой морфологией, то тогда считать, что у вас, допустим, слово «мыло» и слово «мыл» – это вот просто два разных, никак не связанных слова, может быть, не очень хорошо. И вам проще будет разбить его на кусочки и сказать, что вот, а, это какой-то такой дополнительный токен, который там цепляется к вот этому «мыло». Вот. Тут уже зависит от конкретных реализаций. Вот. Хорошо. Ну что, значит, вот механизм self-attention – это штука, которая преобразует входную цепочку вот такую, в, значит, каких-то векторов, в выходную цепочку векторов, которые строятся по вот этой формуле. Ну, соответственно, давайте, допустим, я напишу, что вот это, пусть будет там h, и, соответственно, у нас цепочка векторов x1, x2 и так далее, xt преобразуется этим механизмом в цепочку векторов h1 и так далее, ht. Вот. Надо сказать, что если сейчас посмотреть на вот эту вот всю штуку и сравнить ее с предыдущей историей про рекуррентные нейронки, то тут уже видно некоторое разительное различие. Представьте себе, что я поменяю местами, например, вот эти два слова. С точки зрения представления для… С точки зрения вот этого h1, то есть когда мы смотрим на то, как преобразуется вот этот первый токен, от порядка этих токенов вообще ничего не зависит. Вот эта формула, она в принципе для фиксированного i, она в принципе инвариантна относительно перестановок вот этих вот вэшек. То есть это означает, что на самом деле вся вот эта вот штука, она полностью игнорирует порядок слов. И это, скорее всего, не то, что мы хотим, а системы машинного перевода. Поэтому на самом деле для того, чтобы все это заработало, тут нужно еще добавить некоторую штуку, которая называется позиционал энкодинг. Которая добавляет в каждое слово информацию о том, на какой позиции это слово стоит. Значит, в эмбединг каждого слова добавляется эта информация. Сейчас я чуть попозже скажу, как это делается. Но просто чтобы снять возможное возражение, я сейчас сразу про это сказал. Давайте я вернусь к этой штуке. Да, надо сказать, что здесь, вот, собственно говоря, значит, вот у нас есть наши входные токены. Дальше происходит input embedding. Это как раз то, что мы говорили, что у нас там все слова должны быть представлены в виде каких-то векторов. После этого происходит позиционал энкодинг. Это как раз добавление информации про положение каждого слова. И потом мы попадаем вот в этот блок. Значит, здесь написано, что это multi-head attention. Ну, что это означает? Это означает, что у нас есть не просто одна, один набор матриц вот этих. У нас есть на самом деле несколько наборов матриц, типа там 16. Они называются головами этого attention. И, соответственно, на самом деле у нас вот этой вот входной последовательности будет соответствовать не одна вот такая вот последовательность, а типа там 16. Но на самом деле мы эти 16, потом снова мы там на них подействуем какой-то матрицей. Представьте себе, что у меня здесь есть 16 векторов. Допустим, h1 и так далее. ht здесь будет первое. Потом здесь будет h16 первое. И мы дальше на каждой из вот этих вот, ну, как бы мы их просто сконкатинируем вот так. И после этого подействуем на них еще какой-то матрицей для того, чтобы размерность снова стала вот такой же, как вот здесь. Вот этой же вот размерностью. Вот этой вот дешкой. Вот. Но так или иначе, идея о том, что у нас есть... Ну, вот помните здесь история про то, что существительная пытается там найти себе глагол, с которым оно как-то связано грамматически. Понятно, что таких разных историй может быть много. И поэтому вполне возможно, что вот одного набора вот таких матриц нам не хватит для того, чтобы все вот эти взаимосвязи учесть. А нам нужны будут, значит, вот как раз этот вот механизм multi-head attention, многоголового внимания, он позволяет, увеличивает возможности нашей нейронки для того, чтобы учитывать разные типы взаимодействия между словами. Вот. Дальше. Значит, дальше вот эта вот штука add and norm. Значит, что здесь происходит? Дело в том, что бывает такая вещь, которая называется residual connection. То есть вот как обычно устроена там какая-нибудь стандартная нейронка. Она устроена так, что вот у вас есть вход, вы его подаете в один слой, дальше выход подается в другой слой, выход подается в третий слой и так далее. Значит, если забыть про функции активации, то это будет соответствовать тому, что вы просто перемножаете какие-то матрицы. Если их перемножать в большом количестве, то получается не очень хорошо. То есть фактически у вас возникает какая-то композиция функций. Ну и как мы уже когда-то обсуждали, когда вы умножаете большое количество матриц, если они, например, похожи, как в регулярной нейронке это происходит, когда одна матрица умножается сама на себя, это приводит к тому, что у вас там градиенты начинают увеличиваться или уменьшаться, схлопываться. Все к ней очень хорошие вещи происходят. Поэтому в какой-то момент придумали штуку, которая называется Resilual Connection, а именно эта штука, которая говорит, что вместо того, чтобы делать архитектуру, которая устроена как… Обычная архитектура устроена как Y равняется, допустим, F от G от H от X, мы каждый раз берем наш вход и к нему прибавляем какую-то функцию. От себя. То есть фактически мы просто делаем наши отображения близкими к тождественным. По крайней мере, если вот эти вот функции как-то контролируемо себя ведут, то наши отображения становятся близкими к тождественным. И, в общем, работать все лучше благодаря вот этим вотским коннекшенам. Благодаря этому можно там стекать много слоев, уменьшаются проблемы, связанные с задуханием градиентов или взрыванием и так далее. И здесь эта штука тоже используется. Значит, вот, собственно говоря, вот эта вот стрелочка, она символизирует как раз этот skip connection. Ну и еще одна вещь, которая здесь используется, но это уже совсем техническая вещь, это нормализация, пословленная нормализация. В общем, мы хотим, чтобы там наше значение, которое у нас возникает в слове, не слишком сильно мы колебались бы. И, в общем, мы его принудительно там нормируем каждый раз так, чтобы там было бы некоторое стандартное отрождение, стандартная дисперсия. Вот. После того, как мы это все делаем, мы скармливаем то, что получилось. Значит, у нас, опять же, получается какая-то последовательность токенов, мы ее там конкатинируем и скармливаем просто к какому-то полносвязной сетке. Она нам выдает на выход еще что-то, и дальше мы вот этот процесс повторяем так несколько раз. И, в общем, вот это вот то, как работает энкодер. Декодер работает очень похожим образом. Значит, здесь тоже основа этого декодера – это тоже механизм вот этого многоголового внимания. Но работает он теперь так. Значит, во-первых, декодеру на каждом шаге декодирования подается на вход тот кусок выходной последовательности, который он уже сгенерировал. В самом первом моменте подается на вход специальный токен, который говорит, что нужно начать генерирование. И вот этот вот слой, он делает attention, опять же, это self-attention на те слова, которые он уже сгенерировал. А вот этот вот слой дополнительный, он делает attention на выход кодировщика. То есть вот здесь у нас как бы queries берутся из вот этого выходного слоя отсюда, а ключи и значения они берутся вот отсюда, из выхода вот этого кодировщика. Ну, а дальше все устроено примерно как обычно. Тоже здесь какая-то полносвязная сетка, дальше какой-то линейный слой, дальше какой-то softmax, и дальше какие-то вероятности. Значит, это вероятности следующего слова. То есть надо сказать, что вот эта вот часть, она в принципе, она тоже рекуррентная. Ровно потому, что для нее на каждом этапе, когда мы просим его сгенерировать следующее слово, мы ему скармливаем на вход всю последовательность, которую он сгенерировал до сих пор. То есть вот эта вот штука, то, как она обращается к входной последовательности, это зашито вот сюда, вот в эту вот стрелочку, вот в этот слой, который делает attention, то есть который как бы делает запросы к вот этому выходу вот этого кодировщика. Но при этом одновременно с этим, в целом, вся эта штука, она как бы смотрит, но опять же, возвращаясь к такой метафоре более антропоморфной, когда человек делает перевод, он одновременно смотрит на исходное предложение, написанное на исходном языке, и одновременно он смотрит на те куски выходного предложения, которые он уже написал. И за смотрение на куски выходного предложения отвечает вот эта вот штука, а за смотрение в исходное предложение отвечает вот эта штука. Вот. Ну вот такая вот архитектура. Сейчас она суперпопулярная, и это примерно самое главное, что сейчас, ну, я бы сказал так, наверное, это самая популярная штука, которая сейчас есть из такого мейнстрима. Вот. Оказывается, что если просто не слишком заморачиваясь с тем, как сделать, ну, не слишком переделывая эту архитектуру, а просто добавляя больше, больше, больше параметров, больше слоев, делая модель больше и обучая ее на большем количестве данных, можно создавать совершенно фантастические штуки. Вот. Оказывается, что вот эта архитектура ужасно, ужасно какая-то такая удачная, в том числе удачная в случае, если у вас есть большая модель и много данных. Вот. Да, я обещал сказать про вот этот positional encoding, значит, как он устроен. Значит, сейчас давайте я посмотрю, есть ли здесь формула для него. Да. Значит, устроен он буквально так. Вы просто добавляете к... Значит, вы добавляете к каждой позиции, добавляете либо вот такой синус, либо вот такой косинус, причем они чередуются друг с другом. То есть, ну, вот у вас, значит, что у вас происходит? Вот у вас есть токен, ну, точнее, не токен, а там его внутреннее представление. Вот он стоит на каком-то месте. Значит, то, на каком он месте, значит, то, на каком месте стоит, это его позиция, допустим, позиция единица, а вот тут, допустим, будет позиция двойка. И дальше вы просто добавляете, значит, вот такие вот синусы и косинусы. У них видно, что у них в зависимости от того... То есть, фактически можно считать так. Вот если мы идем, если мы сейчас движемся слева направо по этим позициям, то у нас здесь вот сюда будет добавляться какая-нибудь, значит, какая-нибудь вот такая вот быстренькая синусоида, потом там на следующую позицию будет добавляться какая-то такая более медленно меняющаяся синусоида и так далее. В общем, идея состоит в том, чтобы просто... Вот они просто добавляются, они просто складываются с вашими исходными бейдингами и тем самым кодируют некоторую информацию про положение. Идея здесь состоит в том, что... Значит, на самом деле вы можете вот такие вот штуки... Значит, ну вот давайте представим себе, что у меня есть два каких-то положения. То есть в чем идея? Идея в том, что мы хотим, чтобы наша модель, она бы могла бы думать про какие-то относительные положения. То есть она могла бы понимать, например, вот она смотрит на какое-нибудь слово, и ей важно, чтобы перед этим словом не было, допустим, отрицания, потому что отрицание поменяет смысл данного слова на противоположное. И это означает, что... Пропрошем, где бы это слово ни встретилось. В начале, в конце, в цепочке, где угодно. То есть это означает, что мы хотим, чтобы наша модель, она могла бы в ходе тех преобразований, которые она делает, в ходе вот этого self-attention, она могла бы, например, понимать, что означает соседнее слово. И это на самом деле возможно, потому что... Давайте посмотрим, допустим, на этот синус и косинус. Как у нас, скажем, что такое синус от пост плюс один разделить на что-то, на какую-то константу. Мы это можем просто выразить через синус предыдущей позиции. Там на косинус предыдущей позиции. Сейчас на косинус единица плюс... Как эти формулы-то работают? Какая-то вот такая вот штука, да? Ну и то же самое там с косинусом. То есть фактически что это означает? Это означает, что если у вас есть, допустим, позиция какая-то конкретная, вы хотите из нее получить позицию следующую. То вы можете просто на вот эту позицию подействовать линейным оператором, то есть там помножать на вот эти вот косинусы и синусы и получить следующее. А линейные... Вот эти вот линейные преобразования – это то, что у нас есть в нашем арсенале, потому что у нас там постоянно присутствует умножение на какие-то матрицы. Вот. То есть это означает, например, что вы можете сделать такой attention, который будет смотреть на соседний токен. Значит, так вот у вас... Вы сделаете такие query и такие value и такие keys благодаря вот этому переходу, что она будет смотреть, допустим, на соседний токен. Или там на соседний токен, при условии, что этот соседний токен является таким-то, таким-то. То есть, например, возможно, что у вас где-то возникнет штука, которая смотрит на соседний токен, при условии, что этот соседний токен является отрицанием. Вот какая-то такая штука здесь на удивление срабатывает. Вот. Извините, вот I – это что еще раз тут написано, что это размерность? Сейчас, вот этот I. Да, ну, просто я вот не совсем понимаю, вот у нас есть токен один. Как к нему вот применяется этот позиционный токен? Да, смотрите. Значит, у нас наш токен представлен как вектор в каком-то там демерном пространстве. Да. I – это как раз штука, которая здесь меняется. Значит, вот I – это как раз просто номер позиции в этом векторе. А, то есть позиционный токен – это такой же вектор, такой же линейкопитологический, вот с такими вот значениями. Да, 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 и он просто прибавляется просто тупо сложением. И там синусы с косинусом чередуются, и мы просто плюсуем. Синусы с косинусом чередуются, да. Они, в принципе, могут не чередоваться. Вы можете вначале написать синусы, потом косинусы. Это, кажется, ни на что не влияет. Но, кажется, так просто естественно делать, ровно потому, что эта штука позволяет вам выразить, ну, вот как бы выразить вот эту вот пару через вот эту пару линейно. И так далее. Вот эту пару через вот эту пару. Да, это понятно. Вот. Можешь еще вопрос? Я не успел спросить. До этого там был слой такой голубой, что-то фит-форвард. Да, это просто какая-то полносвязанная сетка. Которая сейчас. Это один слой полносвязанный, который если у нас эти аш были. Да, он как бы какие-то. Он как-то вот эти вот ашки, он как-то их там тоже преобразовывает. По-моему, они сюда подаются просто сконктинированными, если я правильно помню. Надо посмотреть, как точно здесь это устроено. По-моему, они просто сконктинированы. Сейчас, ну, у нас же аж переменное число. Да, смотрите, это хороший вопрос. Значит, на самом деле здесь все-таки предполагается, что у вас есть какой-то... Здесь не предполагается, что последовательности имеют разную длину. То есть вы просто считаете, что у вас есть какая-то максимальная длина последовательности. И подаете просто вот сколько у вас есть слов, столько и подаете. Ну, а дальше там забиваете какими-нибудь нулями, какой-то пэддинг делаете. Поэтому действительно вот этот вот механизм attention, ему на самом деле все равно, сколько у вас там было. Сколько у вас было токенов, какая длина последовательности. А дальше вам все-таки нужно, чтобы она была фиксирована. Сейчас, а вот еще вот mask, вот этот multi-head attention, сейчас не всем понятно просто, что... Причем тут вообще mask? Причем здесь что? Ну, при чем тут слово mask? А, mask, да-да-да, простите. Простите, да, вот про эту маскировку я не сказал. Значит, что это такое? Значит, дело в том, что поскольку вот эта вот штука, это, опять же, это self-attention на те токены, которые мы сгенерировали уже, то здесь важно, что вы можете смотреть только в то, что вы реально уже сгенерировали. Вы не можете смотреть туда. Нет, вот это вы и сказали как раз, да. Ну, казалось бы, а к чему тут какая-то mask не изменится? Ну, это просто как раз заставляет attention смотреть только на уже сгенерированные слова. Теоретически у вас последовательность там может быть какой-то произвольной длины, но смотреть вы можете только на то, что уже сгенерировали. Сейчас, а как мы вообще вот хотя бы два токена можем сгенерировать? Ну, то есть вот у нас здесь последовательность. Мы просто вот, когда ашки получили, применили вот один раз speed forward и получили один выход, правильно? Ну, в смысле, один выход на топинг. Сейчас, вот здесь? Или где? Сейчас. Просто как мы много топинов можем получить? Сейчас, нет. Вот здесь вот мы получаем, вот здесь у нас как бы вся вот эта вот модель, она нам сохраняет на каждом шаге, сохраняет размерность. То есть, например, у нас здесь было 10 токенов в какой-нибудь размерности, и дальше они так и живут. Значит, допустим, 10 токенов в размерности 20, и дальше они так и живут, 10 токенов в размерности 20. Просто они как-то здесь преобразуются вот этим вот словом. Но так или иначе, их столько же по количеству и столько же по размерности. Ну, потому что иначе мы не сможем сделать вот этот вот residual connection, потому что, чтобы чего-то с чем-то сложить, вам нужно, чтобы у вас размерности совпадали. А дальше, а вот здесь, вот в этой вот штуке, у нас происходит такая вещь. Опять же, у нас здесь теоретически есть тоже какая-то входная последовательность. Тоже там какого-то размера. Допустим, 10 токенов под 20, значит, 10 20-мерных векторов. Но вначале, когда вы генерируете один новый токен, у вас эта последовательность в ней просто стоит, на первом месте стоит токен, типа, какой-то специальный токен, типа, начать генерирование. А все остальное, там, неважно что, потому что у нас все равно здесь будет маска, которая нам не позволит на эти части смотреть. Можно считать, что дальше там нули какие-нибудь. А потом мы уже будем, значит, мы таким образом сгенерируем один токен. Вот, собственно говоря, вот этот вот линейный слой, он нам как раз позволяет преобразовать размерность. Значит, вот здесь вот размерность была такая же, как она вот здесь вот на входе. А вот этот вот слой, он уже меняет нам эту размерность и позволяет нам выдать такие распределения вероятности на там множестве всех слов. Мы таким образом получаем там следующее слово. Дальше мы это слово приписываем к нашей последовательности выходной и уже новую выходную последовательность отправляем сюда на вход, на вход этому декодировщику еще раз. И заново его запускаем. Да, вот теперь понятно. Так, еще вопросы? А где здесь активация? Мне казалось, она фитфорвард находится. Активация? Я подозреваю, что, да, по-моему, сейчас, мультихэт аттеншн. Я не помню, есть ли в самом мультихэт аттеншн какие-то активации? Ну, у нас же там софтмакс был уже. Ну, да. Сейчас. Ну, софтмакс – это, конечно, тоже нелинейность. Ну, то есть, да, в принципе, сам по себе мультихэт аттеншн – это нелинейная штука благодаря софтмаксу. И есть ли там еще какие-то активации? Я, честно говоря, сейчас не помню. Может, и нету. Может быть, они только тут есть. Может, их и там нету. Не помню. Надо посмотреть по конкретной архитектуре. Еще вопросы? А может, все-таки FitForward применяется к каждому получившемуся элементу последовательности отдельно? А, да, точно, точно. Они не конкатинируются, а это, кажется, действительно, вы правы. Вы правы сейчас. И дайте проверим. Это я, наверное, наврал, что они там как-то конкатинируются. Так, это они объясняют про self-attention. Всякие dropout. Да, 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 вот, point-wise, fully-connected layers. Да, вы правы. Это действительно так. Это я наврал, что они там стекаются. Не стекаются. Просто к каждому токену применяется один и тот же FitForward. А, и сейчас, получается, отсюда у нас не будет вот такого вот рекуррентной штуки, потому что мы стрелочек рисовали, у нас сразу уже будет 20 токенов. Да, да, вот в этой части вообще никакой рекуррентной штуки нет. Как бы некоторая рекуррентность возникает вот здесь. Потому что мы его, как бы, мы ему скармливаем, собственный output. Вот здесь вот мы не сразу получаем в качестве output продолжение целиком. Мы его тоже по слову генерируем. Еще вопросы? Сейчас вот это немного подозрительно как-то выглядит. Вот этот слой, который справа, большой такой, он вернет вероятность, и мы их потом снова в бейдинг закидываем. Вероятность уже. А почему вам кажется, что это подозрительно? Но до этого были бейдинги слов. Нет, ну нет, вы можете, на самом деле, там есть разные алгоритмы, как это можно делать. Вы не обязательно вероятности. Вы можете из этих вероятностей потом просто взять argmax и сказать, что вот конкретно вот это слово мы записываем следующим элементом в эту последовательность. И есть алгоритм, который, там, можно делать какой-нибудь Beam Search, когда вы выбираете, например, не одно слово, а выбираете, скажем, пробуете и так, и так. Допустим, выбираете там два или три самых вероятных слова и пытаетесь их подставить по очереди и посмотреть, что будет дальше лучше работать каким-то образом. А, это вероятность из словаря какого-то большого или что? Да, 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 да. Вот эти вот output probabilidades, это вероятность, это вероятность из какого-то, как бы, у вас есть большой словарь всевозможных слов, и вы, фактически, вы здесь всегда получаете распределение, ну, всегда в задаче типа предсказания слова вы получаете, вот здесь вы получаете, на самом деле, распределение на множество всевозможных слов. Дальше просто берете из них там самые максимально вероятные. Да, тогда понятно. Окей. Ну, надо сказать, это, конечно, самая сложная архитектура именно вот с точки зрения, с архитектурной точки зрения из всего, что мы сейчас изучали, но в целом, кажется, ну, не знаю, я в первый раз хотел прочитать лекцию про трансформеры, кажется, два года назад, и тогда я почитал статью и понял, что я не успеваю в этом разобраться, ничего не понимаю, что там вообще написано, и попросил коллегу вместо меня эту лекцию прочитать, который с трансформерами был знаком. Ну, вот я послушал потом его лекцию, потом я еще раз послушал его лекцию, потом я еще раз почитал статью, потом я еще повозился с этими трансформерами немножко уже сам, и вот что-то я теперь, кажется, начал понимать в какой-то мере. Но, может быть, через пару лет буду понимать еще лучше. Вот. Хорошо, ну что, все тогда, да, на сегодня? До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.